Ричард Перл сегодня на пенсии. Но именно он был советником Буша по обороне, когда принималось решение о вторжении в Ирак. Он и такие как он продолжают настаивать на бомбардировках Ирана, на размещении ракет в Европе, на организации цветных революций в Европе, в России, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке. У них есть для этого все. Опыт, сила и уверенность. Вы все знаете, что многие годы я выступаю за демократическую революцию в Иране. Мне возражают, мол, это невозможно. Да ладно вам. Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет. И что нам понадобилось? Мы всего лишь взяли на зарплату и диссидентов, и все. Случилась демократическая революция, и страна разрушилась. Если уж мы таким способом смогли свалить Советскую империю, поддерживая какую-то горстку людей, выступавших за реформы, этих людей по пальцам пересчитать можно было. Кто может сомневаться, что мы обрушим иранское правительство с таким же успехом? Большинство из нас здесь так или иначе участвовало в Холодной войне. И вы знаете, я даже немного скучаю по СССР. Он был очень уязвим к тому, что мы так хорошо делали раньше, и к тому, что мы по-прежнему хорошо делаем сегодня. Конечно, мы должны поддерживать революции. Очень трудно найти революции, которые были бы возможны без поддержки извне. И бархатные революции прошли удачно только потому, что мы поддерживали их морально, политически, финансово. Как вы считаете, если к власти в какой-нибудь стране демократическим путем пришел политик, который провозгласил курс, не устраивающий США, может ли Вашингтон пойти на его устранение? Я считаю, что мы имеем право защищать себя всеми способами, включая смену режима в других государствах, если это необходимо, если есть такая угроза. Бултон говорит честно и открыто. Он бандит и не стесняется этого. Мы сверхдержава, и мы смятем каждого, кто окажется у нас на пути. Что тут скрывать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может показаться, что все эти процессы происходят стихийно, что за ними нет стратегии, нет конечной цели, что борьба группировок в Вашингтоне качает маятник американской внешней политики то вниз, и тогда загорается Ближний Восток, то вверх, и тогда дымятся Балканы, Прибалтика или Средняя Азия. Но на самом деле во всем этом хаосе есть логика, а в ней есть задачи второстепенные, есть важные, но есть одна, самая важная. У крушения СССР и Варшавского блока было много внутренних причин, но ЦРУ годами выращивало внутренние движения для подрыва соцблока. Нестабильность, которую они создали в 90-е годы, США использовали для окружения России военными базами, потому что они понимают, Россия это по-прежнему единственная страна, которая может уничтожить США. Энгейм, МакКиндер сказал, Конечная цель, об этом говорил еще британский ученый МакКиндер, в историческом, географическом, экономическом соревновании, главный приз в этой игре это Россия. И что бы ни утверждали США, Россия сегодня это цель номер один для американской политики. Ракеты в Европе нужны только для одного, получить стратегическое превосходство, возможность нанесения первого удара по России, единственной страны в мире, которая может стереть США с лица земли. При Путине ситуация в России изменилась, и я чувствую, что в США и Европе растет озабоченность возрождением великой державы, у которой есть природные ресурсы. Я хочу сказать это русским, не будьте наивными, ЦРУ это инструмент, который уже используется против России, чтобы остановить ее. Поверите ли вы словам этого человека, сочтете ли их пропагандой, по крайней мере даже самому ЦРУ так и не удалось уличить своего бывшего сотрудника во лжи. Убить его тоже не смогли, хотя пытались много раз. С каждым своим шагом империя становится все сильнее. Ее тяжелая поступь слышна повсюду, в Монголии, Боливии, Пекине и Киеве, Схенвале и Бейруте, в Косове или в Праге. Как и во времена других империй, народам и целым государствам предложен простой выбор. Подчиниться или попробовать не подчиниться. Чего ждать в последнем случае, мы, кажется, сумели показать. У каждого государства есть болевые точки, нажав на которые, можно опустить это государство на колени. Из бедности и несправедливости вырастить уличный бунт и застаревших межнациональных конфликтов, погромы и жестокую резню. Можно стравить элиты, партии, кланы, бизнес-интересы, спецслужбы и военных. Можно посеять панику и страх, сделать так, чтобы простой человек в какой-то момент перестал понимать, что и почему происходит вокруг. Вернуть своей стране контроль над ее ресурсами – это половина дела. Важно отстоять его, ведь для большого пожара, как показывает история, всегда достаточно одной вовремя поднесенной спички.